У нас сегодня в гостях Владимир Березовский, начальник управления организацией перевозок Министерства транспорта правительства Хабаровского края. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый вечер. Но вы же тоже участвовали в рейде и проверке 107 маршрута, который был сегодня, да? Данный рейд был организован в связи с тем, что, да, вы были правы, участились обращения как и в Инстаграм губернатора, так и в интернет-приемную и на электронный портал «Открытый регион» от жителей, которые пользуются услугами 107 маршрута. Это жители, которые проживают в село Бычиха, по разной необходимости ездят в город либо на работу, либо посещают больницы, либо другие учреждения социальной направленности. Ну, 107 действительно важный маршрут. Ну, вот так вот наши машины хотим, ездим, хотим, не ездим, ведь у них же есть определенные обязательства, которые они взяли, выходя на этот маршрут. Там же ведь не просто так, но документы какие-то подписываются. Если бы просто человек захотел-поехал, захотел-не поехал, это одно дело. А здесь, ну, действительно, вот какие обязательства есть у них? Перевозчик на данном маршруте работает по обязательствам, которые он принял в рамках государственного контракта между перевозчиком и Министерством транспорта и дорожного... То есть он получил разрешение на то, чтобы ездить по этому маршруту по определенному графику, я прав же? Разумеется, в рамках контракта, еще раз повторюсь, он согласовал то расписание, которое мы ему представили, в том числе с определенным количеством автобусов и определенным временем отправления, как и села Бучиха, и также с автовокзала. Вы знаете, буквально вчера тоже говорили, хотим ставим валидаторы, хотим не ставим, но это городской транспорт. Что касается пригородного транспорта, вот помимо, значит, моментов такого плана, как график, что еще, какие обязательства у них есть? Там не поднимать цены, может быть, или предоставить возможность, там доступность инвалидам, да, людям с ограниченными возможностями, простите? Ну, на этих маршрутах, которые именно осуществляются по контракту, есть обязанность перевозчика именно выставлять нам маршруты автобусы того класса, которые указаны в техническом задании, соответственно, в дальнейшем в карте маршруты и свидетельстве на право осуществления регулярных перевозок. Да, к сожалению, хотелось бы отметить, что в связи с всеми известными нам происшествиями, так сказать, пандемией, значительно упал послеропоток. И перевозчику стало, не только перевозчику, а всем перевозчикам, которые работают на межмуниципальных, довольно сложно обеспечить ту собираемость тех доходов, с помощью которых они обеспечивали и современную заправку автобусов, приведение ТО, выплату зарплату водителям. Но, тем не менее, это с них те обязательства, которые они взяли перед министерством, и в том числе перед жителями села Хабарского муниципального района, никто не снимает. Нет, мне кажется, мы забежали с самого начала вперед. Мы говорим про установленный факт, про нарушение, да? Но сначала же вы, наверное, проверили. Вот те жалобы, которые к вам приходили, нам приходили, они подтвердились? Как я понял, сегодня с утра комиссия вышла на маршрут и проверила? Да, сегодня комиссия из специалистов отдела самобильного транспорта встали рано в 5 утра, соответственно, к первому рейсу они уже были на селе Бычиха. И каждый приход автобуса в соответствии с утвержденным графиком был отслежен. Да, к сожалению, были выявлены некоторые нарушения, в том числе опоздание по приходу на конечный остановочный пункт. А села Бычиха является на этом маршруте по ряду графиков конечным остановочным пунктом. И также ряд автобусов не соответствовало классу. Заявленному, да, в договоре? Да, но у нас, я хотел бы добавить, не только осуществляются такие выездные мероприятия, но и с использованием информационных систем у нас есть возможность отслеживать в режиме реального времени. ГЛОНАСС, да? Да, перевозчик при заключении контакта берет на себя обязательство, чтобы все транспортные средства были оборудованы системой ГЛОНАСС. И у нас есть возможность мониторинга. И поэтому в связи с участившимися обращениями граждан мы проанализировали данную ситуацию, предварительно данные факты подтвердились, и, соответственно, был организован уже выезд проверочными мероприятиями. А если по ГЛОНАСС все равно видно, как они ходят, зачем тогда было вообще в рейд выходить? Ну, во-первых, по результатам рейда мы пообщались с жителями, которые пользуются услугами данного транспорта, потому что они уже оценивали, как непосредственные получатели этих услуг, качество их предоставления. То есть соответствие автобусов, большие либо малые, чистота автобусов, культура общения водителей, порядок расчета с пассажирами. И поэтому специалисты прямо на выезде на месте с самого утра с жителями переговорили, все их замечания однозначно записались и будут учтены при разборе именно этого происшествия с организатором перевоза, с перевозчиком. Вадим Александрович, знаете, что еще интересно? Вот у них есть система ГЛОНАСС, которая отслеживает в реальном времени. Восслеживается ли такой параметр, как соблюдение скоростного режима этими водителями? Я просто, как водитель обычного автомобиля, иногда сам бывает, да, плачу штрафы за нарушение скоростного режима, но когда меня обгоняет, я не помню, не факт, что 107-й, но просто обгоняет автобус, и я понимаю, что он идет километров 120 час, у него ведь наверняка может быть вот такое устройство, и ведь тогда, получается, можно как-то наказывать таких водителей? Разумеется, да, руководители предприятий тоже имеют такую возможность по своим системам отслеживать эти параметры, и у нас ежемесячно проходит заседание рабочей группы, куда мы приглашаем руководителей транспортных компаний и разбираем те все замечания, которые мы сами выявляем, которые нам поступают от пассажиров, от Ространснадзора, и проводим те профилактические мероприятия. Мы просто обязываем руководителей предприятия осуществлять самый жесточайший контроль, в том числе и за скоростным режимом у водителя. Я забыл вначале сказать, что вопросы можно присылать, в том числе на редакционный WhatsApp, но... Да, есть у меня уже вопросы в данной минуте, не первый раз уже его задают, но все-таки еще раз озвучим. Междугородние автобусы очень часто не останавливаются на всех остановках, а почему они берут еще и дополнительную плату, когда есть остановка по требованию? За секундную остановку берут 150-200 рублей. Тоже как предложение описать конкретно ситуацию, номер автобуса, номер маршрута, телефон. Сегодня мы озвучим, по которому можно обратиться. А давайте сразу назовем и выведем. Да, по решению министра транспорта и дорожного хозяйства, Мирошина Романа Анатольевича, по его поручению, нами была организована горячая линия, потому что все прекрасно понимаем, что зимние условия накладывают свой отпечаток на специфику работы транспорта. Озвучив в прямом эфире, это телефон. Он на этот раз сотовый для удобства жителей Хабаровского края. 8-965-675-97-23. Любому гражданину, позвонившему на этот телефон, специалисты отдела автомобильного транспорта, ответят на все интересующие вопросы. Круглосуточные или в рабочее время? С 9 до 18. А по выходным дням нет? Это в рабочее время. Но мы, тем не менее, есть планы, есть уже определенные мероприятия проводятся по налаживанию круглосуточного мониторинга на базе подведомственного учреждения. А по данному факту предлагаем завтра в рабочее время позвонить на этот телефон, именно сказать маршрут, номер автобуса. Мы обязательно беремся с этим фактом. А можно я сразу спрошу, вот по результатам проверки 107 маршрута, я не знаю, какие-то штрафы будут выписаны или что? Вообще, какие у вас меры воздействия на перевозчиков? Либо лишаете лицензии сразу? Решение лицензии – это, к сожалению, полномочия федеральных контрольных надзорных органов, но у нас в рамках госконтракта предусмотрены в том числе и штрафные санкции за невыполнение каждого рейса. Не секрет, это штраф в размере 5000 за каждый невыполненный рейс. Но с другой стороны, там 5000, там 5000, и это может сложиться в достаточно коммунистом. Для малого и среднего бизнеса 5000 очень серьезная идея. Да, и перевозчику по условиям контракта выгодно выполнить всю производственную программу, то есть все рейсы по расписанию, чтобы получить определенную плату за свою транспортную работу. Но может получиться так, что штрафы могут даже перекрыть ту оплату, и перевозчик останется без оплаты. Поэтому им, как и мы, рекомендуем тщательно подходить к вечернему выпуску, вернее, к планированию вечернего выпуска автобуса, чтобы утром таких проблем у них на линии не возникало. Есть у меня еще один вопрос, пишут к нам с Николаевска на Амуре. Помогите, пожалуйста, Николаевскому АТП с обновлением автобусного парка. Пишут, что междугородние маршруты выполняют автобусы часто с очень большим износом, также они часто ломаются и очень холодные. Помогите, пишут, с приобретением новых автобусов. Да, соглашусь, это одна из главных проблем на сегодняшний день в крае, именно по тем предприятиям, которые осуществляют перевозки в муниципалитетах и на межмуниципальном и пригородном сообщении. Министерством сейчас проводится очень большая работа по привлечению лизинговых организаций, в том числе с приглашением заводов-изготовителей автобусной техники, в том числе работающих на экологически чистом газовом топливе. Все наши встречи проводятся совместно с учредителями тех компаний, которые осуществляют муниципалитеты. И мы совместно сейчас пытаемся выстроить программу обновления всего парка пассажирского состава, именно не только в Хабаровске и пригороде, но в том числе по муниципальному образованию. И еще одно сообщение к нам прилетело от жителя поселка Заветы Ильича. Просят осветить такую проблему, как, опять же, междугородние автобусы. Во-первых, автобусы ходят в Заветы три раза в день. Людям очень часто приходится добираться с пересадками, ну или, видимо, вообще на попутках. Кроме того, тоже автобусы не очень хорошего качества, как они пишут. Часто людям приходится вообще ожидать по несколько часов автобус на автобусной остановке. И, кроме того, стоимость, пишут не такая уж и маленькая, 150 рублей в одну сторону. Ну, по стоимости готов ответить данный маршрут. Движение по данному маршруту осуществляется по нерегулируемому тарифу. И перевозчики, исходя из своих расходов и доходов, устанавливают цену за проезд. Он, разумеется, перед тем, как поднять цену, обязательно уведомляет организаторы перевозок не менее, чем за месяц. А конкретно по ситуации в Ванинском и Советскоганском районе у нас завтра запланировано совещание в режиме видеоконсеринс-связи с приглашением представителей, учредителя данного перевозчика и руководства района. В том числе будем обсуждать вопросы возможностей разных вариантов обновления подвижного состава и урегулирования тех расписаний, чтобы они были максимально удобны жителям и одного и второго района. Ну, наверняка у вас еще множество вопросов. А если мы будем нашего гостя заставлять на все отвечать, видимо, это будет продолжаться до конца программы. Поэтому, если не записали, еще запишите горячую линию в рабочее время, хоть завтра утром можете позвонить в Министерство транспорта, задавать вопросы, жаловаться. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был Владимир Березовский, начальник управления организацией перевозок Министерства транспорта Хабаровского края. Буквально три секунды хотел бы поблагодарить с большого экрана перевозчиков, которые, несмотря на тяжелые условия, связанные с пандемией, падение доходов, падение постферопотоков, все равно проявляют социальную ответственность. Прекрасно понимают, что люди, особенно в зимний период, не должны страдать и предпринимают все усилия, я думаю, общими решениями, которые должны устроить всех пассажиров, мы добьемся улучшения качества. Но про масочный режим не забывайте.